Оперативная прошлогодняя кампания от либеральной партии. По всей Америке игнорировали пластиковые трубочки, а в целом штате добились даже их запрета. Это слегка усложнило жизнь обычных людей, но, видимо, недостаточно. И теперь лидеры либеральной партии в Калифорнии нашли себе новую цель. Это не проблема наркотиков или экскрементов на дороге, как вы могли подумать. Это везде, но ничего страшного. Люди самовыражаются. На этот раз дело в бутылках шампуня в отелях. Проблема, о которой вы и не подозревали. Группа юристов в штате Калифорния хочет запретить их, а тот, кто нарушит закон, будет оштрафован на 500 долларов. Тэми Брюс, надеюсь, еще не стала пострадавшей по этому делу. Она радиоведущая и председатель организации «Независимый голос женщин». И сегодня она у нас в гостях. Ты чувствуешь, что теперь в безопасности? Думаю, ты в безопасности, а не я. Ты ведь живешь в Калифорнии, а я в Нью-Йорке. Забавно. Ну, послушай, этот закон еще на рассмотрении. Он глупый. Конечно, некоторые ссылаются на проблему пластика в океане. Но есть факты. По данным за прошлый год, пять азиатских стран выбросили в океан больше пластика, чем все остальные люди в этом мире. Китай, Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. США вот в этом списке нет. В Калифорнии, кстати, тоже. И все же. Они бойкотируют пластиковые трубочки, пакеты, а теперь прицепились к этим крошечным упаковкам от шампуня. Теперь мы не сможем найти их в отелях, съемном жилье и зонах отдыха, потому что мы будем спасать океан. Проблема в том, что люди считают, что они спасают океан, но это не так. Как ты уже сказал, в Калифорнии ты можешь сходить в туалет прямо на улице, можешь курить травку, пока не умрешь, но не дай бог тебе иметь крошечную пластиковую баночку с шампунем. Вот наша главная проблема. Так что посмотри внимательно на Калифорнию, Такер. Если люди спокойно справляют нужду, но не могут помыться, ведь шампунь под запретом, скоро Золотой Штат заблагоухает на всю страну. И ведь неспроста его называют Золотым Штатом, к сожалению. Но это действительно осквернение чистоты. Ты все правильно сказала, а я просто не смог связать факты, ведь я здесь, в Калифорнии, и, честно говоря, немного под кайфом. Но ты права, это угроза чистоте. Послушай, эти крошечные баночки, ну у вас там повсюду травка. Но когда ты заходишь в душ в отеле, эта крошечная баночка говорит тебе, давай быстрее, тебе хватит и четверти упаковки, и не растягивай. Это точно. И не растягивай тут, нужно сделать все быстро. Говорят, шампунь нужно наносить с помощью распылителей, как в спа. Но тогда ты часами будешь торчать в душе, расходуя столько воды, а это уже преступление. Так что я жду, когда кто-нибудь... Непредвиденные последствия закона. Все верно, к чему бы они ни прикоснулись, все становится только хуже. Уверена, этот случай не исключение. Поверь мне, когда я выйду из студии, я куплю себе сотню этих маленьких баночек для своей ванны. Согласен. Чтобы поддержать их. Все правильно. Дэми Брюс, был рад тебя видеть. Спасибо, что заглянула. Тебе спасибо. Увидимся. Я играю на гармошке у прохожих, наведу даже лень, ты рожденья только раз в год. Субтитры добавил DimaTorzok А-а-а!